Здравствуйте! Мы преподаватели Толгарского медицинского колледжа Алматинской области города Толгар. Я преподаватель биологии Шалбиева-Голина Снаджиана. Я преподаватель химии Алхпаша Ласимба-Кутовна. Сегодня мы будем проводить лабораторную работу по изучению свойств редуцирующих и нередуцирующих сахара. Тема нашей занятия – редуцирующие и нередуцирующие сахара. Исследование восстановительной способности редуцирующих и нередуцирующих сахара. Цель урока – изучить редуцирующие и нередуцирующие сахара, научиться с помощью проб определять редуцирующие и нередуцирующие сахара. Исследовать восстановительную способность редуцирующих и нередуцирующих сахара. Ребята, а знаете ли вы, что означает слово «редуцирование»? Какие сахара называются редуцирующими и нередуцирующими? Какой способностью обладает моносахариды и большинство дисахаридов? На все эти вопросы сегодня мы с вами будем узнавать ответы. Слово «редуцироваться» в биологии, если перевести буквально, означает «стать уменьшенных размеров». К редуцирующим сахарам относятся моносахариды, некоторые дисахариды, например, мальдоза. А к нередуцирующим сахарам относятся дисахариды, например, сахароза и полисахариды. Так, ребята, давайте вспомним нашу прошлую тему углеводы. Вы знаете, да, что углеводы делятся на три большие класса. Это у нас моносахариды, дисахариды и полисахариды. Моносахариды – белый сыпучий порошок, хорошо растворимый в воде, спиртия неплохо растворяются и нерастворимы в эфире. Самый важный моносахарид – это глюкоза. Дисахариды – они построены из двух или нескольких остатков моносахаридов. Среди них широко распространены сахароза, лактоза и мальтоза. Полисахариды – это высокомолекулярные вещества, состоящие из большого количества остатков моносахаридов. К ним относятся крахмал, гликоген, глюкоза, хитин и другие. Так, ребята, мы уже повторили нашу прошлую тему. Если вы все вспомнили, то давайте открываем тетради и начинаем писать классификацию углеводов. Ребята, давайте приступим к нашей лабораторной работе. Для этого давайте послушаем преподавателя химии Асим Бахытов. А теперь, ребята, для того, чтобы приступить к лабораторной работе, ознакомьтесь с необходимыми материалами и оборудованием. Запишите их в своей тетради. Первый эксперимент – реакция Бенедикта. Для этого нам с вами понадобится 1% раствор глюкозы. В него мы вливаем реактив Бенедикта. Реактив Бенедикта – это есть смесь сульфата меди двухвалентной. Вливаем раствор глюкозы. А также вливаем раствор глюкозы. Щелочь. У нас с вами имеется гидроксид натрия. Также добавим в качестве индикатора среды раствора несколько капель метилоранжевого. Метилоранж в нейтральной среде, естественно, оранжевого цвета. Затем, осторожно встряхнув, перемешав пробирочку, подогреваем ее на водяной бане. Следует, очень важно отметить, ни в коем случае нагревание пробирок на прямом огне всех последующих экспериментов, а также реакции Бенедикта, недопустимо. Реакции все, которые мы будем проводить, пробирки нагревают исключительно на водяной бане. Смесь периодически помешиваем и подогреваем в течение одной минуты. Во время подогрева периодически смешиваем, встряхиваем пробирочку. Внимательно посмотрите, какие изменения вы увидели, что вы пронаблюдали. В слайде обратите внимание на таблицу. В столбике процедура написано последовательность эксперимента, который вы должны провозить. Во втором столбике вы должны описать все наблюдаемые вами явления, а также не забудьте написать уравнение химической реакции. В третьем столбике вы делаете соответствующие выводы и даете им объяснение. А теперь, ребята, сравните свои таблицы с правильными ответами. Что вы наблюдали? Переход окраски осадка от голубого цвета к желтому с увеличением количества редуцирующего сахара. Появляется желтый осадок с синим раствором сульфатомиде двухвалентной. О чем это говорит? Окраска осадка это есть переход цвета. Это есть результат анализа. Реакция протекла полностью до конца. Вывод глюкозы относится к редуцирующим сахарам. Сейчас, ребята, приступим к выполнению реакции филинга. Следует отметить, что реакция филинга менее чувствительна, чем реакция бенедикта. Для этого нам с вами понадобится раствор сахарозы однопроцентный. Обратите внимание, раствор сахарозы однопроцентный. И добавим 1 мл реакцина филинга. Затем, после того, как мы с вами добавим 1 мл реакцина филинга, мы снова добавляем смесь бенедикта. Внимательно наблюдайте, что произошло с сахарозой после того, как мы влили реактив филингерный. Затем мы вливаем смесь реактива бенедикта, раствор с сульфатами литруквалентной, а также щелочью. Встряхиваем и подогреваем смесь на водяной ванне. Также, непрерывно помешивая, нагреваем в течение 1 минуты, непрерывно встряхивая пробирку. Подогрев введем на температуре кипения воды. Обратите внимание на следующий слайд. В столбике номер 1 пропитана процедура. Выполнение опыта, последовательность и алгоритм. Обязательно запишите в своей тетради реакцию. Во втором столбце вы записываете все явления, которые вы пронаблюдали. Изменения. И в третьем столбце делаем выводы и объяснения к ним. Внимательно обратите внимание, что изменилось с редукцирующим или же нередукцирующим сахаром после того, как мы влили в него реакцию филинга и бенедикта. А теперь ознакомьтесь с результатами второй процедуры по реакцию филинга. Что мы наблюдали в результате? Хочется отметить, что чувствительность реакции филинга ниже реакции бенедикта. Мы наблюдали выпадение черного осадка, оксидомиде одновалентной. Если мы наблюдаем выпадение обильного осадка, то это говорит о том, что исследуем в растворе содержится нередуцирующий сахара. В данном случае у нас была с вами сахароза. Вывод. Сахароза относится к дисахаридам, нередуцирующим сахарам. Следующий эксперимент также мы проводим с вами с однопроцентным раствором сахарозы. В него мы добавляем 1 мл хилакфорта. Вместо хилакфорта также можно использовать желудочный сок. Вливаем 1 мл. Умывали несколько капель. Затем кипятим в течение 1 минуты. Также проводим кипячение на газяной бане при температуре кипения воды. То есть раствор сахароза на проценту был у нас с вами прозрачным. После добавления кислой серебры можете зафиксировать на второй столбе наблюдаемые изменения. Что вы увидели. Затем наш раствор нужно осторожно нейтрализовать. Виброфербонатом натрия. Это у нас с вами обычная питьевая сода. Я немножко размешаю, потому что сода осела. Проверяем. Нейтрализуем питьевую серебры. Сразу же фиксируйте наблюдаемые явления. Что вы увидели во время реакции нейтрализации. Осторожно проверяем метилоранжа. Вливаем несколько капель метилоранжа. Стряхнем. Посмотрите, что вы увидели. И далее проведем реакцию генетика. Добавляем эльфакт в миде двухвалидный. Также к нему вливаем немножечко щелочи. Стряхнули. Что вы наблюдали. Внимательно посмотрите. И зафиксируйте все наблюдаемые явления. А также запишите уравнение химической реакции. По третьему эксперименту с сахарозой и хилакомфорте. Мы наблюдали протекание бурной реакции. При нагревании на водяной бане раствор пузырится и вскипает. Для этого, чтобы он его не выкинуло из пробирки, нам нужно его периодически взбалтывать. Далее мы наблюдали образование в пробирке трехфазный раствор ярких красок. Белый, кирпично-красный и темно-зеленый. Появление кирпично-красного осадка в реакции, описанной ниже, свидетельствует о том, что здесь присутствуют какие-то нередуцирующие сахара. В данном случае нередуцирующий сахар сахароза. Следующая реакция. Йодная реакция. Для этого нам понадобится раствор кроммала. Мы приготовили жидкий раствор кроммала. А также насыпали в чашку петрии сухой обычный крахмал. Теперь к жидкому крахмалу, а также к сухому крахмалу, добавим немножечко капелек йода. Наблюдайте, какие изменения вы обнаружили и сразу же фиксируйте их в таблицу. Добавьте внимание, что вы наблюдаете. Здесь яркое изменение окрашивания такого суспензионного мутного раствора крахмала. После добавления йода яркое синее окрашивание. Вы наблюдаете. Яркое синее окрашивание, это есть качественные реакции на крахмал. А также посмотрите в чашке петрии. После добавления нескольких капелек йода, мы тоже наблюдаем изменения окрашивания крахмала. Запишите уравнение реакции и зафиксируйте наблюдаемые вами явления. По выполнению йодной реакции мы наблюдали окрашивание белого коллоидного жидкого раствора крахмала в темно-синий. А также эксперимент с сухим крахмалом также показал темно-синий окрашивание. Окрашивание крахмала в синий цвет служит качественным определением в его составе углеводов. Если накапать на такие продукты, как картофель, рис, хлеб, вы также пронаблюдаете темно-синий окрашивание. Сейчас ознакомьтесь с критериями оценивания. С критериями оценивания, а также с дескриптами. Угревод можете оценить. Если вы полностью смогли запомнить и написать классификацию углеводов, вы получаете за это 2 балла. Если вы можете заполнить таблицу в тетради по реакции Бенедикта полностью, верно, за это вы тоже получаете 2 балла. И так далее. Домашнее задание. Ответьте на следующие 5 вопросов, указанные в слайде, а также выполните работу с учебником. Познакомьтесь с замером глюкозы, фруктозы. Запишите формулу структурную, сделайте вывод и определите химические свойства. Сейчас, ребята, зарисуйте в своих тетрадях пирамиду рефлексии. Вы здесь подытоживаете, выводите результаты сегодня проделанных работ. Если вы хорошо поняли, то закрашивайте вершину пирамиду отлично, понял, красного цвета. Если же вы слабовато поняли, то указывайте окрас треугольника со структурной части пирамиды в голубой цвет. И так далее. Продолжаем.